Всем доброе утро! Мы с Димой встали, мылись, позавтракали, в общем, приготовились и сегодня у нас такой ответственный день. Сегодня мы едем в Луганск делать энцефалограмму. Надеюсь, здесь все лучше получится, как говорится, все, потому что больше уже дороги некуда. В Донецк туда уже не поедешь. Ну, я надеюсь, что все получится. Дима в окошко выглядывает, ждет. Сейчас должны. К нам подъехать. Совсем чуть-чуть осталось. Кимки такая классная толстока. Правда, как-то особо не присматривалась. Тут какой-то сигарет. Ну, ничего. За то, что? А, за то, что не футболка, а тоненькая такая. Это и трикотаж такой приятный к телу с длинным рукавом. Мягенькая. Мягенькая, да, приятненькая. Вот так. Ну, а уже дорогу попробую там, да, чтобы показать, как будем ехать. Не знаю, насколько длинное получится видео. Ну, я думаю, вам тоже будет интересно посмотреть и дорогу, и все остальное. Пожелайте нам хорошей дороги. Да, пожелайте нам хорошей дороги. Хотя, когда уже выйдет видео, уже все у нас, да, будет какой-то результат. Вот, но тем не менее, да. Напишите. Напишите обязательно. Все, что можно, сказал. Так что, да. Все, ребята, собираемся выходить. До новых. До новых. Приключений или включений? Да. Включений. Хорошо, все, давайте. Ну, вот мы и в дороге. Конечно, поедем под музычку немножечко. Кое-где я вам что-нибудь расскажу. Это мы еще едем по Брянке. Проезжаем. Мой, как говорится, микрорайончик. Погода отличная, солнечная, тепло, хорошо. Надеемся, все получится у нас. Это наша любимая остановочка моя около дома. Пикник называется. Слева дворец культуры, вы уже знаете. Справа школа центральная, первая. Проезжаем памятник неизвестному солдату. Ну, и все. Это, в принципе, дорога, как мы ехали и Волчевск. Она одинаковая. Это немножечко сняла. Увидела, сзади едет спортивная машина. Без крыши обогнала нас. Редко такую встретишь у нас, но тем не менее. Не смогла не заснять ее. Конечно, не по таким дорогам на такой машине ехать. Ну, там, скорее всего, он тоже в Луганск ехал. Поэтому там, конечно, в Луганске дороги отличные. Здесь такая вылышная, такой пугарок поднимается. Это город Михайловка. Ну, здесь вот частный сектор. В принципе, я не знаю, насколько его протяженность этого городка. Но тоже небольшой. Это просто как трасса проходит. Все готовятся к 9 мая. К празднику все. И флаги висят. Ну, а это уже мы выехали на центральную трассу. Донецк-Луганск. Дорога здесь новенькая. Ну, несколько лет. Не знаю, сколько лет. 7 или 8, наверное, как ее построили. Может быть, немножечко ошибаюсь. Ну, конечно, здесь идеально ехать. Я уже не показывала. Тут проезжаем мы несколько населенных пунктов. Ну, тоже как города считаются. Ну, это та дорога, как ездит рейсовый автобус у нас. Брянка, Листахана в Луганск. По этой дороге все едут. Настроение у нас отличное. И вот мы уже в Луганске. Ну, за час мы доехали. Может быть, даже меньше. Ну, тут по городу еще ехать. Луганск, конечно, город большой. Тут и население. Луганск живет. Людей намного больше, чем у нас в Брянке встречаются. Это раньше был у нас эпицентр. Сейчас называется стройцентр. Тоже там все стройматериалы, ну и все остальное. Это был Метро, но сейчас он не работает. Остались еще вот звуки войны, как говорится. Ну, это частная собственность. Никто не убирает и никто не вставляет стекла. Так и стоит. Это подъезжаем мы к кольцу. Здесь всегда такие красивые розы. Но сейчас они еще только листочки выпустили. А так вообще аллейка очень красивая. Д折рень. Это также дорога, как ездит Рейсовый автобус Многие кто из местных Брянка, Стахана, Волчев живет Многие ездили этой дорогой Знают ее Рейсовый автобус Рейсовый автобус Рейсовый автобус Луганс, конечно, красивый город Вообще много новых Таких стеклянных построек Весь не объедешь Не покажешь Но город живет Рейсовый автобус это мы заехали на мост имени пархоменко здесь с левой стороны завод мини пархоменко это новый мост типа или в пятнадцатом ли в шестнадцатом году восстановили тоже он был разрушен плохом состоянии справа здесь рынок но это не центральный просто рыночек наверно тоже мини пархоменко я честно не сильно знаю луганск можно сказать практически не знаю я только несколько раз ездила сюда в луганск на повышение квалификации нас с работы посылали и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Скоро распустятся по городу везде розы. Будет вообще красиво. Вот это здание. Это медучилище. Вот эти два здания. Ну, я училась в Таханове. А здесь мы тоже на курсах были. Ну, это уже центральная улица идет. Сирень уже практически распустилась. Здесь окошко открытое. Слышно запах даже. Осталось уже совсем чуть-чуть. Я снимала, конечно, практически всю дорогу, но много повырезали. Вот это вот впереди здание высокого. Вот здесь находится эта клиника. Я только не знаю, сколько на этаже занимает. Единственное, что вот там есть, как заехать, а пандуса наверх нет. Пришлось заносить Диму на коляске. Ступеньки, конечно, такие крутые. Ну, ничего, хорошо хоть немного. Сказали, что немножечко не доделали, не успели. Может быть, в скором времени, может быть, и сделают какой-то заезд. Ну, хорошо, и бахилы бесплатно. И раствор руки обрабатывать есть. Это вот наш кабинет пятый. Сидим уже, ждем все. Нас зарегистрировали. Ждем своего времени, когда нас врач пригласит в кабинет. Ну, здесь уже едем мы обратно домой. Все у нас получилось, говорится. Все, что хотели, все сделали. Ну, на обратном пути мы решили заехать в этот стройцентр и погулять по магазину. Ну, это уже, конечно, вы увидите в следующем видео, чтобы не затягивать. Раньше там было всего, все, что можно. Ну, по возможности покажем. Диме, конечно, тоже будет интересно. Он там вообще ни разу не был. Походить, погулять. Да, уже очень добрый день, вернее, день-день. Практически уже вечер. Ну, как вы заметили, мы уже дома отдыхаем. Ноги вытянули. Лежим оба. Подустали, конечно, тяжело. Мы там... Ну, скажу, самое главное, что все удачно сделали. Да. Теперь только будем ждать результат, ну, ответ врача. И какое лечение назначит. Врач там еще говорил, нужно было сделать УЗИ кистей, ну, рук. Ну, я там спросила, хоть мы и без записи. Сначала, говорит, нужно обязательно с направлением. Я начала просить. Я говорю, ну, мы издалека, можно так сделать. Ну, там на ресепшене сказала, что, по-моему, у нас, ну, кисти не делают. Я подошла к кабинету, там, где УЗИ, вышла доктор, там, ну, выходила. Я с ней поговорила. Я говорю, можно ли, нет? Она говорит, нет, мы там, ну, какие-то по этим... Не по суставам, а по чем-то она... Ну, в общем, что, да, это травматологический профиль, что они не делают, вот. Может, это нужно другое, куда-то клинику обращаться, может, вот, именно... Ну, в общем, самое главное, что сделали, что это для доктора нужно было в таком развернутом виде все, с нагрузками, да, все как положено. Она много листов сделала. Ну, в общем, вот так. А у нас тут лежим, балкончик открыли, что язык заплетается. А у нас тут концерт, вот, вот, у Димы в микрорайоне идет, вот. Нам написали, выходите на концерт. Я говорю, нет, только приехали, устали, так что так бы, конечно, были на улице, или это вышли бы, конечно, там поснимали. Вот, ну, что еще хотела сказать? Ну, в общем, наверное, ждем теперь результат, как, что нам доктор скажет. Надеемся на лучшее, что в сравнении, может быть, что-то там наладилось. Ну, в общем, все. Отдыхаем. Теперь видите, как и я отдыхаю. Видите, как и я отдыхаю. Вот, все, давайте. До новых встреч, до новых видео. Всем пока-пока. Кто не подписан, подписывайтесь. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайки. Комментариев много-много. Да, можно ни о чем. Ну, желательно, чтобы 5-7 слов было. Все, пока-пока. Пока-пока.